Ать-ать-ать, продолжаем мы бухать. В пьяно-баре праздник, друзья, насмотревшись на то, как мы похмеляемся, нам, наконец, прислали бесплатно напиток, который предшествует похмелью. Это виски! Виски это, ребята, такой, какого вы не попробуете нигде. Вы действительно его нигде не попробуете, потому что он уже кончился. Это была ограниченная партия из одной единственной бочки вискокурни Глентошерс, которую прислал нам Антон Плехов. Вот этот самый уникальный человек покупает на вискокурни одну единственную бочку, которая продает в качестве такого уникального, эксклюзивного бухла. Наша бутылочка с номером 133, возраст 18 лет, бочка номер 7337, дистиллированная 4 декабря 1996 года. Ребята, в 1996 году бушевала битва между Блёр и Оазис, понимаете? Брит-поп царил над миром, Господи Боже мой! Развито по бутылкам в феврале 2015 года. 2015 был. Крепость этой штуковины 42,8 градуса. Без холодной фильтрации. Холодная фильтрация такая штука, когда виски охлаждает, пропускает через фильтр, взвесит таким образом, набирается наполнение. Виски становятся чуть более прозрачными, да, и в нем возможно меньше всех косяков при хранении, типа помутнение, падение, осадка. Но вообще среди коллекционеров не приветствуется холодная фильтрация. Но мы здесь собрались не для того, чтобы болтать о холодной фильтрации, а для того, чтобы наконец-таки попробовать и открыть. Фу, блин, наоборот. О, там прям дымок пошел. Господи, пахнет-то как офигенно. Вообще никакого спирта. Медок и травки. И тут мы переходим к важнейшей части нашего банкета, а именно, как же правильно пить виски и из чего. Я обычно пью вот из этого стакана широкого, большого, с толстыми стенками и считаю себя правильным пацаном. Но еще более правильные пацаны сказали мне, что я лошара, и из этого пить. Олдфэшн. Джонни Уокер. Вот это все вот из такого бокала. Отлично. Но не сингл молот, конечно. Потому что, что главное в сингл молоте, это аромат. Но здесь он просто растворяется в воздухе. Тюльпановидный бокал. Его смысл в том, что он концентрирует очень точечно ароматы. К сожалению, мы не запаслись сегодня тюльпановидными бокалами, поэтому мы взяли это называется винный тумблер, на самом деле. И это Ридель, а не кухремухры. Это такой вот пикниковый вариант от Риделя, но для нашей сегодняшней цели он подходит идеально. Потому что он, видите, у него суженое горлышко, это значит, что аромат будет вот так вот концентрируется, да. У него довольно большая вот эта вот площадь поверхности кислорода там будет много. А если бы этого не было, мы пили из баково для белого вина, я думаю, что это было бы прямо тоже на поле. Он довольно большой, сюда можно кинуть ой, я сказал, что-то не было. Не надо сегодня ничего кидать. Не, про то, как пить виски, это мы, я думаю, отдельное видео снимем. Здесь же скажем, что мы чуть-чуть капнем туда водички каким-то образом. Спейсайд. Вот здесь он представлен прекрасно во всем своем великолепии. Как соты с медом такие, раз туда, мммм. Малютки медовары и вересковый мед уходит не в притер на сладкую сторону, а в какую-то такую горькую. Есть картинка плоская, а есть картинка хорошо детализированная, у которой в нарезкости где-то там деликатый клубок, вот как бы вот здесь. то же самое. Понятное дело, что я как простой любитель виски очень люблю островные, чтобы вот это торфа и всякой такой ерунды. Я не очень люблю такие кислые легкие вискаря. А этот, тут, конечно, никакой вот этой вот шпальной ерунды нет. То есть его можно с девочками пить. Необалденно, конечно, вот это тело это называется. Прямо за сиськи. Он очень густой, при том, что он светлый, как все спейсайды. Очень плотное тело, такой крепко сбитый, это очень красивый. Отличная работа. В общем, друзья, это вам не артбек в подворотне цедить. Это культура. Для нас, простых любителей вискаря, которые привыкли к более-менее брендовым сингл-молитам 12-18 лет, вот это, конечно, совершенно другая история. Индустрия маленьких ботлеров и медициантов, она существует, она существует столько же, сколько существует солото-выиски. Вот, собственно, ужасно приятно, что Антон Плехов, по-моему, первый на память человек, который себя заявил как русский медициант. Это дико круто. В общем, ребят, уникальный разлив от виски-мерчанта Антона Плехова. Очень, очень вкусный был виски. Увидимся с вами, ребята, в выпуске теперь уже, конечно же, похмелье с Мишей. Пока. Такая бутылочка, прям хочется остаться с ней навсегда. Продолжение следует...